Мне пишут, кому верить, вам или тем блогерам, которые говорят, что две недели воздержания достаточно, а потом можно эрекулировать, главное, чтобы не бояться этого и не приносить себе отрицательных эмоций. Я скажу так, хорошо, конечно, иметь обширное и правильное опознание о биохимии человека, и я тоже скромно выражаюсь, кое-что в этом понимаю, потому что я 34 года занимаюсь культуризмом, и 28 из них соревновательным культуризмом, но эти люди говорят о теле и рассматривают мужчину с точки зрения тела, тогда как тело 1% мужчины, не больше, а 99% мужчины это дух, если, конечно, он вообще имеется у него. Так вот, мне не интересны 1% мужчины, я хочу, чтобы в мужчине было 100% полноценных процентов, и я утверждаю, что мужчина это дух, и с точки зрения тела рассматривать его, это все равно, что оперировать только функцией набора смс-ок в навороченном айфоне. Мужчина это дух, и именно дух запускает в нем биохимию, кто бы что ни говорил. Все, к чему не прикоснулся дух, не более чем слабая механика, претендующая на то, чтобы называться жизнью, тогда как это не более чем примитивное существование. «Что же такое дух?» – спросите вы. Дух – это великая цель мужчины, которая лежит за пределами смерти его физического тела. Это его сверхзадача. Это то, что он хочет оставить после себя не только в материальном мире, но то, что он хочет принести Творцу. Это ощущение Творца внутри себя. А также дух – это то, что заставляет воина побеждать тогда, когда рассудок говорит ему, что он повержен. Это сила воли, которая и меняет все вокруг. Вот это мужчина. И дух не просто служит Творцу, он сам часть Творца. Та Божья искра, которую ты обязательно почувствуешь вот здесь, когда очистишь себя от всего лишнего. Именно духом твори свою жизнь, и тогда дух сотворит твое тело. Об этом можешь даже не беспокоиться. И закончить это видео я хочу любимой цитатой из Луция Аннея Сенеки-младшего. «Исполнись духом великого человека, отойди от мнений толпы, постигни в должном величии прекрасный образ добродетели, который надлежит чтить не венками и ладаном, а потом и кровью». Из тесного угла можно вознестись к небу, только воспрянь и дух свой Бога достойным яви. Чтобы явить его таким, не нужно ни золота, ни серебра. Вспомни, когда боги взирали на нас благосклонно, они были из Глены. Будь здоров! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!